Привет, меня зовут Костя Сан и сегодня я расскажу про свой сплитборд Rhyme Rich 160 Ростовки. Бренд Rhyme, его основал известный французский сноубордист Риджис Ролан. Все вы, наверное, знаете бренд Apo, Apocalypse или Apocalypse Snowboards. Это название одного и того же бренда в разные времена. Так вот, у этих двух брендов, у Apo Snowboards и у Rhyme Snowboards один основатель. То есть сначала был бренд Apo, а теперь это Rhyme. И перед вами 160 Ростовка, модель Rich бренда Rhyme. В чем его особенность? Сплитборд невероятно легкий, причем об этом нигде не сказано, нигде не указано, что это какая-то суперлегкая или облегченная, или самая легкая модель сплитборда в индустрии. Нет, он просто легкий. Настолько легкий, что вместе со сплитбордическими креплениями этот комплект гораздо легче моего обычного сноуборда Rhyme Wildlife с креплениями Atlas. Реально легче. Доска мягкая, доска не жесткая, мягкая и пластичная, с большой зоной кэмбера. Кэмбер от замков до замков. Видно? Очень большая зона кэмбера, очень упругий сплитборд. Зачем нужен кэмбер на сплитборде? Да, конечно, кэмбер дает стабильности сноуборду на спуске, но также кэмбер увеличивает пятно контакта камуса со снегом на подъеме. То есть рабочая площадь камуса, достаточно большая, и сплитборд будет хорошо держать на подъеме вверх и не давать отдачи. Фурнитура у сплитборда Voile. Кстати, Tail Clips стоит в обратную сторону. Я не знаю, это, мне кажется, ни на что не влияет, а носовую клипсу я потерял, поэтому я поставил клипсу от Spark. Замочки фирмы Plum, система аналогичная системе Voile. В этой модели видно кое-какие усовершенствования для большей цепкости. Все знакомые с системой Magnetraction. Так вот, тут что-то напоминающее Magnetraction. В районе закладных элементов есть небольшие волны, выступы канта, что под задними закладными, что в районе передних закладных. Так вот, благодаря этим дополнительным точкам контакта сноуборд действительно чуть лучше цепляется за склон. Мне понравилось, как этот сплитборд ведет себя в глубоком снегу. Очень маневренный за счет зауженной пятки, при этом стабильный и на других кондициях снега. Пластичная доска 160-й ростовки. Мне кажется, она подойдет райдерам весом до 70. Ширина талии позволяет использовать его ребятам с размером ноги до 44. Потому что ширина 25,8. Хороший кемберный сноуборд. Хорошо ведет себя как на подъеме, так и на спуске. Очень легкая пластичная доска. Рекомендую. Это был Rime Rich 160-й ростовки. И Костя-сан.